Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 27. Послание к римлянам, 15 глава, 4 стих. А все, что писано было прежде, написано нам в наставлении, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Толкование здесь увещевает их терпение и искушение, говоря, да укрепляемое Писанием терпим, и терпением да покажем себе все живое и постоянное упование. Ибо кто терпит, тот показывает, что имеет в себе упование на будущее благо, а кто не терпит, тот потерял упование. Римлянам, 15 глава, 5 стих. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа и Иисуса. Толкование. Показывает, что с Писаниями Бог дает нам терпение и утешение, поэтому и называет Его Богом терпение и утешение, как подателя и виновника этих благ. Просит также у Него, чтобы даровал нам быть в единомыслии между собою, ибо любви свойственно тоже думать о ближнем, что думает кто о себе. «Поскольку же есть любовь мирская, то присовокупил по учению Иисуса Христа». «То есть думайте то, что угодно Иисусу Христу» в комментарии Игнатия Лапкина. «Не научаясь свою паству священному писанию, какие беды вергли священники, доверившихся им. Придумали духовничество, старчество, сделали человека совершенно безвольным и беспомощным, и люди по всякому пустяку бегут к своим духовным вождям, не знающим писания руководителям. Если бы православные любили Библию и исследовали ее, то они бы знали, что с писаниями Бог дает нам терпение и утешение. Произошла подмена, и величина этой подмены обнаружится только на страшном суде. Бог всемогущий и страшный. Создатель Вселенной по любви своей нисходит к падшему человеку. Он даровал человеку слово свое, Святую Библию. Библия – это не просто бумага и буквы, но это и есть живые слова живого Бога, и Бог напрямую говорит каждой душе. Бери и читай, открывай книгу и следуй Писание. А если что непонятно, Бог дает святых учителей Церкви. Спроси у них, и они тебе разъяснят. Читая Священное Писание, каждый христианин найдет в нем ответ от Бога именно на его скорбь и лично на его печаль. С Писаниями Бог дает нам терпение и утешение. Наш Создатель говорит нам через апостола Павла, 1 Коринфянам 10, 13. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым и сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести». Спаситель мира, Иисус Христос, через слово свое сам утешает скорбящих, посылает им терпение. «Сегодня священники взяли на себя миссию и утешителей, и наставников, совершенно не сверяясь с Библией. Библия враждебна их деятельности в этом плане, потому что только она и разрешает все скорби и печали. Нужно только знать, где это место Писания. «С Писаниями Бог дает нам терпение и утешение». Римлянам 15, 6 стих. «Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа». Толкование. Что же бывает плодом единомыслия? Прославление Бога не только одними устами, но и одной душой, ибо это значит «единодушно». Здесь слово Бога следует отделить, отнеся его к предыдущему, и потом читать с нового начала «И Отца Господа нашего Иисуса Христа». Впрочем, не будет неприличия, если читать эти слова и не отдельно, то есть разумея Бога и Отца по отношению к единому и тому же Христу. Ибо Бог Отец есть Бог Христа по человечеству, а Отец по божественности». Римлянам 15, 7 стих. «Спасему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». Толкование. «Единение наше наипаще прославляет Бога, как сказано, уверует в мир, что ты послал меня, если ученики будут едины». Евангелие Таана 17, 21-23 стихи. «Напротив, несогласие наносит Богу бесчестие, ибо язычники, видя, что христиане разногласят между собой, обвиняют саму веру». Римлянам 15, 8 стих. «Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных, ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное Отца». Толкование держится прежнего предмета речи, показывая, что Христос не себе угождал, но все принял для нас, и убеждает язычников, чтобы не превозносились над уверовавшими из иудеев. «Ибо иудеи спасались по обетованию, данному Отцамых, а язычники по одному в милосердию и человеколюбию». Смысл сказанного такой. «Как Аврааму было обетование, что его семя получит в наследие мир» в Бытие 13 глава 15 стих. «Но происшедшие от Авраама все сделались достойными наказания, как нарушившие закон, и потому недостойными обетования. Поэтому пришел Христос и исполнил закон, приняв, как прочие, такие обрезания. Исполнив же закон, приняв обрезание и став семенем Авраама, он погасил гнев Божий и сделан нас способными к принятию обетований. Он принял обрезание для того, чтобы обетование Божие не осталось тщетным, а не для того, чтобы утвердить закон. «Что же ты, иудействующий, привязываешься к закону, который довел уже тебя до такой опасности, что ты лишился обетования?» Римлянам 15 глава 9 стих. «А для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано, зато буду славить тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». Толкование. «Происшедшие из иудеев, хотя недостойны были, однако имели обетование. А ты, призванный из язычества, спасен по одному человеколюбию. Поэтому и обязан ты особенно славить Бога. Бог же славится тогда, когда вы живете в союзе и единении между собой, когда ты сносишь немощных». Римлянам 15 глава 10-12 стих. «И еще сказано, возвеселитесь, язычники, с народом его. И еще, хвалите Господа все язычники и прославляйте его все народы. Исайя также говорит, будет корень есеев и восстанет владеть народами. На него язычники надеяться будут». Толкование. «Привел все эти свидетельства в доказательство того, что призванные из язычников должны жить в единении и быть единомыслией с пришедшими из иудеев. Смиряет, чтобы не превозносились пред призванным из язычников, ибо их призывали все пророки. А призванных из язычников опять убеждает не надмиваться, показывая, что они более обязаны Богу, как получившие большую милость. «Ибо они, не будучи народом, соединены с народом». «Слова будут славить тебя между язычниками, сказанные от лица Христова. Вместо слов проповедую тебя, отче, в народах. А слова будет корень и есеев, сказанные вместо «от корня есеева вырастет тот, кто восстанет владеть народами, то есть Христос». Римлянам 15, глава 13 стих. «Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждою». Толкование молит, чтобы верующие из иудеев исполнились радости, ибо они печалились от укоризны. А верующие из язычников исполнились мира, ибо они являлись враждующими против придерживающихся закона. Лучше сказать молит, чтобы те и другие исполнились радостей мира. Как же сделать это? Верой. А вера какое? Благо доставляет нам. Богатство надеждой. Ибо кто верит будущим благам и остается доволен настоящими, тот богат надеждой, то есть ожидает будущих благ и переносит все временные бедствия. А какое благо доставляет нам упование? Приобретение силы Духа Святого, которое соделает упование наше крепчайшим. Ибо упование, с одной стороны, доставляет нам силу Духа Святого, а с другой становится в нас от Духа Святого крепче. Римлянам 15, глава 14 стих. «И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга». Толкование. «Вы, сказав выше, много жесткого врачует, наконец, нанесенные раны. Не сказал, слышал, но и сам я уверен, который вас обличал и обвинял, что и вы полны благости, то есть благомыслия и братолюбия. А может быть, называет благостью полноту добродетели. Не сказал, так же имейте благость, но полны. Поскольку же нет никакой пользы в том, чтобы иметь только благость, между тем не знать, как пользоваться ею. Присовокупил. «И можете наставлять друг друга, не только научиться, но более других научить». Римлянам 15, глава 15 стих. «Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти, как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благости». Благодати. Благодати. «Толкование римляне пользовались уважением и были весьма надменны, поэтому врачует их, когда говорит, писал с некоторой смелостью, ибо словом этим сильно сокрушает их. Ну и этим не удовольствовался, но присовокупил, отчасти, то есть несколько и вкратце, притом не как поучающий, но как бы в напоминании, то есть слегка напоминая». Римлянам 15, глава 16 стих. «Быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священное действие благовествования Божия, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». Толкование. «Сообщая речи своей, смиренный тон, говорит, я не сам восхитил себе честь, но Бог повелел мне это, отделив меня для этого не потому, чтобы я был достоин, но по благодати». «На что же да нам не благодать, чтобы быть мне служителем и священником Евангелия, поэтому не вините меня за то, что я говорю к вам?» «Священство мое в том и состоит, чтобы возвещать Евангелие. А кто осмирится обвинять священника, приближающего нож к тому, что избрано в жертву?» Комментарий Игнатия Лапкина. «Постараемся вообразить себе такую ситуацию, что вдруг среди православных появился бы такой архиерей или священник, который на первое место в своей деятельности поставил бы проповедь Евангелия, и стал бы называть себя не служителем алтаря, а священником Евангелия, и стал бы повторять вот эти слова и в храме, и по домам, и всюду, чтобы мне быть служителем и священником Евангелия, поэтому не вините меня за то, что я говорю к вам. Священство мое в этом истом и состоит, чтобы возвещать Евангелие». Такого служаку, решившегося собой пожертвовать ради Евангелия, немедленно архиерей вызовет на ковер, потому что, чтобы соответствовать этим словам, священник должен от многого, что совершается ныне в храме, отказаться, перестать крестить, как попало и кого попало, перестать допускать до причастия любого с улицы и отпевания совершать только над теми, которые были не повинны перед канонами Евангелия, то есть своих прихожан. Такого сразу же постарается задушить, запретить, при этом совершенно необоснованно. А он будет повторять, «Я обещался Богу, чтобы быть мне служителем и священником Евангелия, поэтому не вините меня за то, что я говорю к вам. Священство мое в том и состоит, чтобы возвещать Евангелие». Послание к римлянам, 15 глава, 17 стих. Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу. Толкование. Я написал к вам не для того, чтобы вместе с другими народами и вы спасались, и чтобы таким образом приношение язычников было совершенно благоприятно от того, что все приносят Богу плоды. Освящено Духом Святым, то есть духовной жизнью, ибо освящает не одна вера, но и жизнь. Правда, уверовав и крестившись, мы получили Духа. Но если не будем и жить духовно, то благодать Духа угаснет. Смиряет гордость римлян, дабы они не почитали низким иметь учителем своим того, кто приводит к Богу все народы. Так как пред этим весьма унизил себя, то теперь опять возвышает слово, чтобы не почли его презренным, и говорит, «Я хвалюсь не самим собой и не попечениями своими, но благодатью Христовой, в чем же хвалюсь?» В том, что относится к Богу, то есть немаловажными какими-нибудь вещами, но духовными. Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня, покорение язычника в вере, словом и делом, силой знамений и чудес, силой Духа Божия. Так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Толкование. Толкование. Знаменем и чудом есть различия. Знаменем называется то, что совершается сообразно с природой, только необыкновенным образом. Таково внезапное исцеление тещи Петра больной горячкой. Здесь исцеление горячки есть дело, сообразное с природой, но оно совершилось необыкновенным образом. Как только коснулся Христос, горячка прошла Евангелие от Матфея, 8 глава, 14-15 стихи. А чудо есть действие, совершаемое над тем, что бывает несообразно с природой. Таково исцеление человека слепого от рождения Евангелия Теана, 9 глава, с 1 по 7 стих. Поскольку же знамения чудеса бывают и силой бесов, то присовокупил силой Духа Божия. Здесь показывается также достоинство Духа, какой может делать истинное знамение чудеса. На это есть свидетельство и в Священном Писании и у святых отцов Церкви. Так Господь говорит, восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Евангелие от Матфея, 24 глава, 24 стих. И сравнить с Марка, 13 глава, 12 стих. Святой апостол Павел пишет об Антихристе, что его пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями и чудесами. 2 Фессалоникийцам, 2.9. То же самое говорят об Антихристе и его слугах, святые отцы Церкви. Святой Ефрем Сирин, слово 39. Святой Кирилл Иерусалимский, гласительное слово 15. Святой Иоазлатоуст, беседа на 2-й посланник. Фессалоникийцам, святой Андрей Кесарий. Comment in Job Dan Apocalyptic. Но чудеса, равно как и знамения, совершаемые иногда силой бесов, суть чудеса и знамения не истинные, а ложные, обманчивые, призрачные, мечтательные, а не действительные. 2 Фессалоникийцам, 2.9. Святой Иериней. Адвенчуис Хорис. Либрии 5, Кайф 28. Святой Ипполит Каментин. Ефрем Сирин, слово 39. Святой Кирилл Иерусалимский, гласительное слово 15. Григорий, двои слов. Мара Либрили 32, Кайф 12. Святой Ян Дамаскин. Точно своя права вера. Ну, как понимаю, так и считаю. Как отличить такие обольщения сатаны от чудес истинных, действительных, совершаемых силой Божией? Об этом можно читать и во Введении православное богословие епископа Макария, страница 64-66, Санкт-Петербург, 1852 год. Хочешь ли, говорит, иметь доказательство на то, о чем я говорю? Вот множество учеников моих от Иерусалима, даже Иллирика, что составляет границы нынешней Болгарии. Не сказал же, я проповедал, но распространил благовествование, дабы показать, что слово его было не бесплодно, но действенно. Когда же слышишь от Иерусалима до Иллирика, не думай, что апостол ходил прямой и большой дорогой. И от крестности, говорит, то есть я бы ошел народы с проповедью и к северу, и к югу. Комментарий Игнатия Лапкина. Если бы сегодня все от мала до велика полюбили Библию и понесли ее в народ, заявляя себе, я служитель Евангелия, то что бы мы увидели уже через год? Не может быть, чтобы евангельское семя не дало всходы и не появились первые оглашенные. Наказание священнослужителей должно касаться только за нарушение Слова Божия. И архиерей, наказывающий подчиненного, должен говорить, не могу поступить иначе, я служитель Евангелия. Ты, пастор, не проповедуешь народу, а всю свою деятельность ограничивал богослужением. Ты не можешь сказать, я служитель Евангелия. Ты не оглашаешь людей проповедью Христовой. Ты сам должен сказать, что ты не служитель Евангелия. Или ты уйдешь совсем, или всею свою жизнью подтвердишь и скажешь, я служитель Евангелия. Если бы архиерей так рассудил и очистил свое воинство, оставив служителей Евангелия, а не поваров, то это и было бы той ценой, ценной лептой, которая принесла бы похвалу от Господа. Римлянам 15 глава, 20 стих. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании толкование. Я не только благовествовал этим и стольким народам и обратил их, но и не ходил к тем людям, которым возвещено уже было имя Христово. Так далек я от того, чтобы подчинять себе чужих учеников и делать это для собственной славы. Поэтому и написал я к вам не из-за желания снискать у вас славу, но потому что исполняю свое служение. С чужим основанием называют учения апостолов не потому, что они были чужды ему, и не потому, что они проповедовали оное, но по отношению к награде, потому что награда за их труды была чужда для Павла, не принадлежала ему. Римляна, 15 глава, 21 стих. Но как написано, не имеющие в нем известия увидят, и не услышавшие узнают. Толкование. Здесь показывает исполнившееся пророчество. Кто решается учить несведущих, к чему прибегал Павел, тому предстоит много труда и пота. Комментарий Игнатия Лапкина. В России все заросло тернием от незнания Слова Божия. Без проповеди Евангелия все труды пастыри могут окончиться ничем. Бог ценит только тот труд, на какой Он посылает человека, а не тот, который человек сам придумал. Думая этим угодить Богу. Проповедь Слова Божия требует огромного труда, смирения, послушания Слова Божию. А кто решается учить несведущих, к чему прибегал Павел, тому предстоит много труда и пота. Римляна 15 глава 22 стих. Сие это много раз и препятствовало мне прийти к вам. В начале настоящее послание сказал. Встречал препятствия даже до ныне, римлянам 1 глава 13 стих. А здесь представляет саму причину, которая препятствовала ему прийти к ним. Я, говорит, повсюду ходил с проповедью. И потому встречал много препятствий. То есть я часто намеревался и желал прийти к вам, но всегда встречал препятствия. Комментарий Игнатия Лапкина. Все передвижения в своих апостольских командировках апостол предпринимал по велению Духа Святого. И он повсюду ходил с проповедью. Ни Новый Завет, ни церковные предания не сохранили нам известие о том, что апостолы, приходя куда-либо, начинали встречу с народом через богослужение. Почему? Только потому, что они были под водительством Духа Святого. И Дух Святой не послал их совершать богослужение и требы, а послал их на проповедь. 1 Коринфянам, 1 глава, 17 стих. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, ни в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. И поэтому апостол Павел, и как и прочие апостолы, повсюду ходил с проповедью. А для этого ему не требовалось ни храмов, ни колоколов, ни одеяний, ни богослужебных книг. Все это придет намного... О! Написано можже, а нужно позже. И смело вытеснит проповедь. Вот тут, видите, вот тут, вот. Что это, это русское слово? И смело вытеснит проповедь. Вытеснит не то единственное, что поставлено Христом во главу угла для всех его верных учеников, чтобы они повсюду ходили с проповедью. Великой силой проповеди они сокрушили все языческие божества и капища. Силой евангельской проповеди они пробились к умам и сердцам Европы, Азии и Африки, потому что они повсюду ходили с проповедью. Только евангельская проповедь в Духе Святом с полным отвержением самого себя может оживить и нашу Россию, может сокрушить все ереси и заблуждения, все напластования, нововведения, проникшие в церковь. Необходимо молить Господи на жатвы, чтобы в православной церкви, наконец-то, появились духовные, рожденные свыше пастыри, и чтобы они повсюду ходили с проповедью. Римляна, 15 глава, 23-24 стихи. «Ныне же не имень такого места в сих странах, а с давних лет, имея желание прийти к вам, как только предприму путь в Испанию, приду к вам. Ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя от счастья». Толкование. «Я встречал препятствия, потому что желал проповедовать. Ныне же пишу к вам и иду к вам, потому что нет уже мне дела в этих странах, а не по другой какой-либо причине. Из желания, например, снискать у вас славу. Далее. Чтобы не сказали ему, посещаешь нас кое-как, потому что у тебя нет уже там дела, присовокупляет. «Я имею желание к тому с давних лет. Это-то желание спешу исполнить. Но дабы они опять не надмились, вообразив, что он имеет желание прийти к нам, как в высшем всех прочих прибавляет. Как только предприму путь в Испанию, приду к вам. А дабы опять не сказали, он хочет только мимоходно быть у нас, присовокупил. И вы проводите меня туда. То есть вы сами, увидев необходимость, побуждающей меня, отправиться к тем народам, проводите меня. Так что я посещу вас не из презрения к вам, но по необходимости. Поскольку же и это оскорбительно для них, то успокаивает их, говоря, «Наслажусь общением с вами». Хотя отчасти. Этим показывает, что желает видеть их из любви к ним, и при том сильной, почему не сказал, «Увижу, но наслажусь». Подражает тому, как родители говорят к детям. Сказал, «Отчасти». То есть, сколько бы времени не пробовал я у вас, никогда не насыщусь. «Никогда не наскучит мне общение с вами, поэтому я доволен буду, если отчасти наслажусь общением с вами». Римляна, 15 глава, 25-26 стихи. «А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святым и в Иерусалиме». Толкование. Выше дал обещание прийти к ним. Между тем, ему нужно было еще помедлить. Промедлить или промедлить. Поэтому, дабы не подумали, что смеется над ними, высказывает причину, по которой медлит, и говорит, «Иду в Иерусалим, чтобы послужить святым». «Не сказал, неся с собой милостыню, но чтобы послужить, дабы узнали мы, как высоко, кем совершается, и как важно это. Через это увещевает еще римлян к милостыне, ибо когда говорит, «Македония и Ахайя усердствуют» и так далее, то влагает в них ревность подражать им. Слово «усердствуют» у подребеного вместо «захотели», признали за благо послать некоторое подаяние. «Так, то есть, подаянием называют милостыню везде, как прибыль общую, и дающих, и принимающих». «Сказал некоторое, вместо малой, дабы не показалось римлянам, будто укоряет их, как скупых и нещедрых». «Святым сказал, то есть верным, так что недостойны сугубого сожаления, во-первых, по нищете, во-вторых, по добродетели». Римлянам, 15 глава, 27 стих. «Усердствуют». «Да и должники они пред ними, ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном». Толкование в этом говорит «нет ничего нового». «Если они захотели сделать подаяние святым, они должники их». «Каким образом?» «Христос происходит от иудеев, пришел от них, а то ли апостолы, пророки, все блага». «Но причастницей всего этого сделалась вселенная, следовательно, обратившиеся из язычников должны уделять им свои телесные блага». «Точно так же и вы. Не сказал же допустить до участия, но послужить. Он представил их как бы диаконами, не сказал так же в телесном своем, ибо о духовных благах сказал, что они принадлежат иудеям, а благо телесные принадлежат не одним язычникам, потому что мнение общее всем, а не одних владетелей». «Полчаса прошло, там оно, да? Ещё читаем». «Прошло». «Так, всё». «Всё, да». «Всё, да». «Хм…»